У меня есть еще вопросы. Я представитель Михайлович, президент общественной организации Лидии Татарстана. У меня вопросы по бездействию и действию администрации нашего города, то есть мэра. Мне в первую очередь интересно, как мэр может занимать две должности, быть мэром города у нас и занимать руководящую и управляющую должность в футбольном клубе КАМАЗ. То есть в социальных сетях сейчас везде гуляет ролик, как кто-то из менеджеров футбольного клуба КАМАЗ предлагает бузовый автомобиль КАМАЗ. То есть у нас что, футбольный клуб располагает какими-то средствами, изготавливает КАМАЗы и раздает их. То есть у него, согласно его уставу, он не имеет права такой деятельностью заниматься. Потом мы видим везде возле церквей попрошай, да, то есть видим еще каких-то лиц, которые попрошайничают в связи с своей какой-то социальной тяжелым положением. Этим же действием занимается у нас и мэр. То есть предпринимателям разного уровня, это в основном ООО, рассылаются по WhatsApp, везде эти, сейчас скажу. Вы речь идете о поборах? Да, да, самые настоящие поборы, то есть добровольно-принудительной форме, то есть предприниматель, как будто добровольно это должен. К праздникам? Ну, каждый, да, каждый предприниматель знает, что если он это не сделает, то на него окажется уровень давления со стороны власти. То есть вопрос, законно ли это попрошайничество со стороны мэра, то есть и опять же вопрос, почему мэр лоббирует интересы фонда, занимающийся агитацией и сбором средств от населения, то есть ООО, в пользу фонда поддержки культуры, спорта и развития города Набережной Черны. При этом используя городской ресурс власти, ее влияние и так далее. Сотрудники этим занимаются, администрации города. Что у этого фонда, своих средств нет, своих нет людей или что? То есть у нас не хватает налогов, которые предприниматели выделяют в бюджет. По-короче, по-короче. Потом также, ну это я считаю, что это незаконно, потому что эти ООО, многие открылись меньше года, работают, кто-то три года, их вообще нельзя не спокоить. Главное соблюдать, вы не имеете в виду. Потом множество обращений от учителей. Учителей заставляют заниматься оперативно-розыскной деятельностью, то есть проводить оперативное мероприятие по установлению у их учеников, кто-чем занимаются родители, это называется в школах, сейчас скажем так, как называется, быт, операции быт. То есть учителя с этим абсолютно не согласны, то, что это заставляют, у них и так не остается время на проведение каких-то образовательных программ с детьми, и их время занимает вот подобные мероприятия. Все, время у вас вышло. Давайте мы договоримся так, просто реальные шаги. Мы не так часто собираемся, не встречаемся много месяцев, давайте немножко так пооперативнее, значит, так и не ограничить полторы минуты. Ничего, посидим 20 минут, если ничего не случится. У меня еще вот такой вопрос по учителям, тоже учителя обращаются. То есть мы когда-то были, ну, подняли вопрос о том, что, как раньше было, ДНД сейчас, она народная дружина, да, то есть это все переросло в то, что в добровольном и принудительном порядке заставляют людей вступать в эти организации, и, опять же, учителей заставляют участвовать в каких-то мероприятиях, опять же, добровольном и принудительном. То есть как будто они сами идут, но если он не пойдет, то, соответственно, от администрации школы будет какие-то, ну, на него оказывается воздействие. То есть вот это надо как-то задать, и вот этот вопрос решить с учителями абсолютно в корне. Распитие алкоголя у нас, продажа табака детям вокруг школы. То есть это, ну, абсолютно никто и не контролирует. Зачастую это все становится причиной того, что дети спиваются у нас в раннем возрасте. Торговля 24 часа везде идет алкоголем. Мэр у нас абсолютно бездействует в этом направлении. Зато спортивные площадки везде у нас полуразвалины стоят. Последний ответ нас вообще удивила администрация города, что на территории школы жители не имеют права играть, ну, использовать спортивные площадки. Тогда зачем город их вносит на территорию школы, чтобы потом у нас получается тогда из-за этого обращения, что у нас вообще их нету. В конце, когда я начну, что касается продажи алкогольной продукции, там, табач, там, школы. Но это опять-таки продают, понимается, субъекты подпринимательской деятельностью, да, реализация. Здесь, наверное, не мэр продает это. Я думаю, смолчили его согласие администрации города. То есть все знают об этом, никто ничего не делает. Я, как сказать, юристы, да, руководители, администрации, наверное, субъекты подпринимательской деятельностью. И я уже тоже сейчас перед этим немножко говорил на эту тему, я думаю, мы будем как бы не только обязательно вопросом темы заниматься. Что касается поборов, как вы говорите, письма расставаются, да. С одной стороны, я так понимаю, что у мэра, наверное, санкций каких-то нет в этом плане, то есть если письма такие приходят. С другой стороны, вы можете здесь на ваше усмотрение решение принимать. С другой стороны, от вас, в принципе, от субъекта подпринимательской деятельности берет. И еще от каких-то таких обращений, ну, по крайней мере, я не знаю, мне нужна помощь, чтобы поступали прокуратурой. Так они боятся, потому что если он пожалует, то его потом задавят. Найдут, кстати, кучу поводов. Любой куча, наверное, здесь надо, если вы, как сказать, вы, либо вы, если такие поступают письма, сами решения принимаете, если решения сами не принимаете, обращайтесь куда-то, да, на эту тему, как это надо решать. Либо, опять же, орган местного управления, как с нами, да, то есть общаться, так же, наверное, да. Поэтому мы это просто посмотрим тоже, да, конечно. Более предметно, более конкретно, так вот абстрактно расскажу. Я могу копию письма этого отправить просто, подготовиться. После совещания. Спасибо.